Испытать свои силы, научиться работать в команде и вместе преодолевать трудности. На территории лыжной базы прошел туристический слет членов первичных организаций Движения Первых. Данный туристический слет проводится в городе впервые. И мы рассчитываем, что это будет хорошей, доброй традицией Движения Первых. Хотелось бы в это верить, что каждый год с нарастанием участников у нас будут проходить туристические слеты. Главные действующие лица – школьники пятых-седьмых классов. Всего 13 команд. Каждая представляла отдельную школу. На общем построении команды прокричали свое название и девиз. После чего ребята отправились на различные этапы соревнований, согласно своим маршрутным листам. Задача этого этапа – пройти приставным шагом, держась за веревку до конца бревна. За ошибки, допустим, если вы упали с бревна, если вы не идете приставным шагом, и если ваше тело повернуто в сторону, вычитаются баллы. Этот этап помогает проходить в лесу, если вдруг какие-то трудные препятствия. Каждой команде дает пять минут. Если ребята справились быстрее, за оставшееся время начисляются дополнительные баллы. Идею провести турслет предложили сами школьники. Взрослые поддержали инициативу. Задания для школьников подготовили лидера и активистов местного отделения «Советы первых». Как правильно поставить палатку, как сложить костер и оказать первую медицинскую помощь, как перейти речку вброд или преодолеть болотистый участок. Все это ребята не только узнали на словах, но и попробовали сделать своими руками. Сейчас мы перестежкой занимались. Мы отстегивали карабины, присоединяли их. Работали очень дружно, потому что там нужно ждать товарищей. Вот это вот все. Понравилось очень. Очень жаль, что мы сходили только один раз по кругу. Станция нам очень понравилась, очень интересная. Спортивный туризм – это не просто соревнование, но еще и возможность с пользой провести время на свежем воздухе. Может быть и сейчас мы допускаем какие-то ошибки, недостатки у нас. Но я уверена, что в следующем году мы свои ошибки отработаем и соберем больше команду и будем занимать уже призовые места. В следующем году мы обязательно позовем еще с собой наших друзей и наберем большую команду. Большую и дружную. Школьники попробовали вязать туристические узлы и узнали о тонкостях ориентирования в дикой природе. Ребята также приняли участие в нескольких играх. Например, нужно было пройти гуськом с завязанными глазами, руководствуясь только голосом зрячего товарища. В движение первых может войти любой ребенок с 6-летнего возраста. Также в движение могут войти в качестве наставников педагоги и родители. Чтобы вступить в движение, можно просто открыть личный кабинет на платформе «Будь в движении». Там большая линейка активностей. Выбрать то, что понравится по душе, скажем так, по жизненным взглядам. И стать активным участником.